Всем привет! Сегодня поговорим немного об ограничениях. В целом, конечно, весь наш прогрессивный современный мир идет на то, чтобы максимально дать нам свободу в самовыражении, в творчестве, в обучении. Там ломаются преграды за счет интернета. Все прекрасно и замечательно. Но все дело в том, что полная свобода — это не всегда хорошо. Все дело в том, что наш мозг устроен так, что если дать ему полную свободу действий, он не будет делать ничего. Потому что наш мозг не то чтобы не любит работать, но, в общем, где можно схалтурить, что-то автоматизировать, он все это делает. Поэтому, когда вы даете себе прям полнейшую-полнейшую свободу, что вот я могу делать все как угодно, формировать свой рабочий график как угодно, начинается проблема, потому что прокрастинация, лень и все такое, это появляется как следствие вот этой самой полной свободы. Я не говорю, что это что-то такое плохое, ужасное, от чего нам нужно избавиться. Хотя достаточно много в художественном и таком творческом комьюнити говорят о том, что когда были максимальные там всякие запреты, цензуры и так далее, самые какие-то величайшие вещи делались. Но дело не в этом. Нам все-таки, нам и нашему мозгу нужны определенные ограничения. Ограничения, ну, именно ограничения, а не какие-то запреты, которые нам помогают, которые все-таки, знаете, формируют из ленивой жижи нормального продуктивного человека и помогают нам достигать тех целей, которые мы себе ставим в течение дня, в течение жизни и так далее. И первое ограничение – это ограничение в количестве решений, которые мы принимаем в течение нашего дня, нашей недели и так далее. Это ограничение следует из того, что любое решение – это потраченная энергия, то есть, как бы, вы принимаете решение минус энергия. И то, что мы решаем, ну, что мы будем есть на завтрак, равняется, ну, примерно такому же количеству энергии, когда мы решаем какое-нибудь упражнение, что-то делаем по учебе и так далее. Это все равноценно, потому что решение минус энергия и так далее. И когда мы себя ограничиваем в этом, то есть, мы принимаем решение о том, что мы там будем ходить два дня в этой толстовке, два дня в этой толстовке и так далее. Почему там говорят, что все там великие умные люди постоянно ходят в одном и том же, едят, но и том же и так далее. Это логично, потому что они сокращают количество принятых решений, вот этих, ну, не то, что бесполезных, которые можно легко принять заранее или завести какую-то привычку, и, как бы, всю силу и энергию, скопившись после всех этих решений, они устремляют на работу, на учебу, даже на отдых и на общение с любимыми людьми. У нас иногда не хватает энергии, потому что мы слишком много всего принимаем, слишком много всего решаем в течение дня. Так вот, к чему я? К тому, чтобы поменьше решений, заводите полезные привычки, ну, не то, что полезные, а те привычки, которые вам сокращают вот это, вот эти решения, то есть, на завтрак можно есть одно и то же, одеваться, какие-то мелкие вещи, у каждого это свои, и если вы себя ограничите, вам будет лучше. Второе ограничение по времени. Я уже неоднократно говорила о том, что если мы себе говорим о том, что у нас есть целый день, не то, чтобы выполнить какое-то задание, мы будем делать его либо весь день, либо в конце дня, где-то там быстренько мы его доделаем, потому что, когда мы себя не ограничиваем во времени, когда мы не говорим себе о том, что мне нужно это сделать за два часа, мы будем делать это практически бесконечно, то есть, когда мы говорим, что у нас много времени, мы это будем делать много времени. Если мы говорим о том, что нужно за очень ограниченное количество времени сделать, мы это делаем за ограниченное количество времени. Поэтому лучше себя ограничивать во временных рамках, в том плане, что не говорить о том, что у меня через месяц будет защита или выступление или еще что-то, лучше себя говорить о том, что через 21 день, на самом деле, если выбросить все выходные, у меня есть подготовка к этому занятию, тогда уже как-то ощущается лучше. То есть когда мы дробим вот это все время, то есть говорим днями, а не месяцами, когда мы говорим о том, что там час, мне нужно полчаса на это дело, то наш мозг воспринимает это совершенно иначе. Наш мозг начинает думать о том, что это важно, это срочно, это нужно сделать, это помогает сконцентрироваться лучше, потому что когда у нас есть очень определенная цель, которая ограничена во времени, наш мозг автоматически делает фокус на этом деле, и мы спокойнее за него садимся, если мы легче себя заставляем даже сесть за это дело. И последнее, третье ограничение, которое я вам очень советую, это ограничение в количестве альтернатив, которые вы можете себе позволить. На примере, на очень простом примере, в котором мы все оказались. До того, как весь мир сел дома, я и до этого работала дома, я сама себя организовывала, но я постоянно рвалась куда-то, то есть я знала, что мне можно в библиотеку сходить, я могу в кафешку сходить и так далее. Я постоянно мялась дома, что я не хочу работать дома, не могу сосредоточиться, меня тут все отвлекает, и что я буду тут сидеть, я лучше поеду куда-нибудь. Я в итоге сначала много времени тратила на то, чтобы усадить себя дома, потом все-таки я решала, что я куда-то поеду, собраться, поехать, это все достаточно много времени. В итоге продуктивной работы было очень мало. Но когда все мы сели дома, самоизолировались, то альтернативы не стало. И когда я садилась утром за свой письменный стол, я понимала, что у меня нет альтернативы. Я либо это делаю вот сейчас, здесь за столом, либо я это не делаю вообще никак. И я начала спокойно сидеть за своим рабочим столом. Я тут же поменяла наконец-то стул, за которым я сидела, потому что до этого он был не очень удобный, но я все как-то долго ломалась. И думала, ой, хочу вот такой, хочу вот такой. В итоге быстро решился этот вопрос, быстро поменялся стул. Он не идеальный, но он гораздо лучше того, что был. И так далее. То есть когда мы лишаем себя вот этой альтернативы в выборе, в решениях и так далее. Вот в целом в альтернативах каких-то. Там из серии переставить будильник, когда мы заводим один большой будильник. Когда мы говорим себе о том, что я могу пойти только в этот ресторан, больше никуда я не могу пойти и так далее. Мы опять-таки лишаем себя лишних решений. И с другой стороны, наш мозг опять-таки понимает, что это неизбежно. Ты либо работаешь, либо не работаешь вообще. Либо учишься, либо не учишься совсем. Либо выполняешь ту задачу, которую ты себе поставил, либо не выполняешь. Как только мы начинаем себе уговаривать себя, что ой, я могу сейчас пока это не делать. Я могу что-то другое поделать. Я же не хочу вот это делать и так далее. Все, мы расплываемся, растекаемся и никогда больше не делаем то, что нам нужно. То есть, если мы себе говорим, что мне нужно сделать вот эти три вещи, и все, других альтернатив нет, второго дня нет, перенести никуда нельзя, мы легко садимся. То есть, садимся и делаем эти задачи. Поэтому это очень сильно помогает продуктивности в целом и вам. И не надо как бы в этом случае подключать силу воли, самоконтроль и так далее. Вот это все не надо. Потому что как только вы лишаете вот этих себя альтернатив и уговариваний, все. Ну как бы мозг понимает, что заставляй, не заставляй себя. У тебя либо, ну ты либо делаешь, либо нет. То есть, получается, что с этими ограничениями вы не насилуя себя как бы ментально, морально и так далее, вы работаете и делаете те задачи, которые вы себе поставили. То есть, вы не как бы извне не накачиваете себя, что мне нужно пойти и сделать и все. Вы просто лишаете себя определенных вещей, не сильно критичных, и легко садитесь и делаете то, что вам нужно, то, что вам нужно сделать. И радуйтесь результату, и не чувствуйте себя настолько измотанным, как если бы было, что вы себя вот гнобили, тратили силы не только на задачу, но еще и на самоконтроль, силу воли и так далее. В общем, подключение всех этих ресурсов. Так что это все достаточно полезно, проверено на себе, отлично работает. И обязательно подстраивайте под себя это все дело. Подписывайтесь, ставьте лайк для следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok